Тренинг у моря от сапфирового бизнес-лидера компании Siberian Wellness с оборотом рубина. Да, теперь я буду вот так вот представляться, имею полное право. Мы с командой закрыли фееричное декабрь с оборотом более 200 тысяч баллов. Счастливо безмерно. Отмечаю это с семьей в Геленджике. Приехали мы сюда на 6 дней. И я решила записать для вас, мои любимые хорошие подписчики, такой мини-тренинг от Динары Смирецкой. Длиною в 6 видео. Как раз вот я буду в Геленджике 6 дней. И все 6 дней буду для вас записывать небольшие видео. С чего хочу начать? Естественно, с постановки цели. 30 декабря мы проводили новогодний корпоратив с моей командой. И я девчонок своих попросила написать цель по бизнесу. Именно по бизнесу на 2024 год. Кстати, если кто-то еще это не сделал, не успел сделать, совершенно ничего страшного. Никакие возможности у вас не упущены. Вот это вот обязательно прописать цели до 30 декабря, пока козерог там в Марсе. Это все бред, бредючий. Нет, пожалуйста. Если не хватило времени, закрутились там с семьей, с детьми, с заботами, с предновогодней суете, ничего страшного. Сядьте и сейчас пропишите свою рабочую цель по бизнесу. И свое желание, свою мечту попросила девчонок написать. Причем попросила помечтать так по-большому, по-крупному. Потому что мы же все реалисты. Что, ой, да ладно, это все равно недостижимо. Чего об этом мечтать, чего об этом думать. Но я попросила девочек как раз-таки помечтать о том, что о чем раньше не мечталось, о чем раньше они себе запрещали мечтать. То есть, скажем так, расширить немножечко свои границы. Так вот, про цель по бизнесу на 2024 год. Чем вообще отличается цель от мечты? Ну, первое, я сказала, что чаще всего мечта, оно такое что-то недостижимое, что-то большое. До чего, вы понимаете, прекрасно, что будете идти там ни месяц, ни год, а, возможно, несколько лет и даже несколько десятков лет. А цель, она реальна, она осуществима, она зависит очень сильно от вас и от того, что вы будете делать вот здесь и сейчас для достижения этой цели. Люди очень часто, я замечаю это даже вот по работе, боятся прописывать цели. Почему? А потому что люди прекрасно понимают, что если ты цель прописал, ты обязан к ней идти. То есть ты должен, именно должен что-то делать, чтобы эту цель достичь. Так вот, друзья мои хорошие, я вам рекомендую сесть и прописать цель, бизнес-цель на 2024 год, реальную, достижимую, но не такую, что вот я сейчас 1000 баллов, а, допустим, хочу стать 2500. Мелковато. Ну, мелковато, серьезно вам говорю. Нужно ставить цель, ну, как минимум, бизнес-тим 10 тысяч, как минимум. Бизнес-профи может быть и многовато, хотя почему бы и нет. Вижу цель, не вижу препятствий. Вот, но все-таки я бы вам посоветовала, если вы, к примеру, на квалификации бизнес-тим-тисыча поставить цель 10 тысяч. Вполне себе реально и достижимо. Если не к следующему месяцу, так к декабрю 2024 года точно. Так вот, мы прописываем цель с вами в виде своего ранга и квалификации, в виде своего объема по баллам группового товарооборота, потому что это тоже крайне важно. Например, мы с командой закрыли в декабре больше 200 тысяч баллов, но при всем при этом мы остались сапфирами. Моя команда называется сапфир, потому что у меня еще не выросло определенного количества бизнес-профи в первой линии. Учите маркетинг, друзья. То есть не только объем определяет ранг и квалификацию, но еще и количество профессионалов в первой линии. Если мы говорим уже о второй ступени маркетинг-плана Siberian Wellness, которая начинается от квалификации бизнес-лидер. Бизнес-лидер, сапфировый бизнес-лидер, рубин и так далее до глобала. Обязательно прописываем объем. Обязательно прописываем количество лидеров в вашей структуре, в вашей команде. Какие это лидеры? Сколько тысячников, сколько двухпятьсотников, сколько пятитысячников, десятитысячников и так далее. Сколько придет новичков за этот год, сколько придет клиентов, потому что наша работа связана напрямую с продуктом. И к нам в компанию 80% от 100% приходят именно клиенты. И мы очень-очень много времени посвящаем работе с клиентской базой. И это прекрасно. Я, например, обожаю работать с клиентами при всей моей лидерской работе. Я хочу достучаться, ребятки, до многих из вас, что нельзя просто прописывать квалификацию в виде цели на год, на период, на месяц. Нельзя. Вы должны четко понимать, какое количество баллов вы должны сделать. Какое должно количество баллов сделать вы как лидер. Какое количество вашей первой линии, ваша глубина. Сколько новичков должно прийти. Сколько новичков должно прийти на клуб 200. Сколько клиентов должно прийти. Какие лидеры должны вырасти в вашей команде. Тогда цель достигнется вами достаточно быстро. Быстрее, чем вы можете это себе представить. Вот если вы четко будете разбираться в маркетинг-плане и понимать в голове, какую работу вы должны проделать для достижения своей цели. Еще такой момент, друзья. Почему важно мечтать? Мечтать и желать. Потому что мечтать просто деньги бессмысленно и бесполезно. Но что от того, что у вас будет в кармане миллион, который вы не будете знать, куда потратить, куда вложить, на что использовать. Ну чего вам от него? Ну не тепло, не холодно, как по мне. Вы должны точно знать, на что вам нужен этот миллион. То есть если вы ставите перед собой цель бизнес-профи, вы должны точно знать, для чего вам нужна в месяц зарплата-доход в 60-70 тысяч рублей. Если вы хотите достичь квалификацию бизнес-тим 10 тысяч, вы должны точно знать, а зачем вам зарплата, зачем вам доход в 40-45 тысяч рублей. Ну и так далее, и так далее. То есть всегда в голове должно быть понимание, куда вы будете тратить, вкладывать, использовать эти деньги. На что копить, может быть, на обучение ребенку, на покупку загородного дома, дачи, на покупку квартиры ребенка, для того, чтобы поменять свой гардероб, к примеру, или себя преобразить. В общем, должно быть четкое понимание в голове, для чего вам нужны эти деньги. Мы сегодня это даже со сыном старшим разбирали. Мы вот шли по набережной, он такой, о, лодки, катера, парусники, классно, как здорово, как я хочу купить, как я хочу заработать на это, я говорю, сынок, очень-очень правильно. Очень правильно, что ты мечтаешь не просто, ой, хочу миллион, чтобы просто он был, а вот именно ты сразу перед собой ставишь цель. Я, мне нужны деньги, потому что я хочу купить вот это и это. Я хочу катер, я хочу ходить по волнам. Это здорово, это круто. Так что, ребят, кроме того, что вы пропишите цель на 2024 год, если вдруг она у вас не прописана, если прописана, посмотрите, а правильно ли она прописана, прописан ли ранг, объем, количество лидеров, количество новичков, партнеров. И обязательно, желательно прописать, а не просто в голове держать, для чего и зачем вам нужны вот именно эти деньги на этом ранге и квалификации. А если ваша цель прописывается вот как мечта, если вы о цели рабочей, бизнесовой думаете как о мечте, ой, хотелось бы бизнес-профи, хотелось бы зарплатку 1060-70, хотелось бы, а что будешь делать для этого? Ну не знаю, ну как пойдет, ну уж как пойдет, ну придут клиенты придут, ну придут партнеры, ну и придут. А зачем для этого YouTube вести, зачем для этого личный бренд вести, зачем заводить там запрещенный грамм, контакт, одноклассники, ну может быть как-нибудь само собой там соседка в сторис увидит и придет и бомбанет там мне 1015 баллов. Вот так вот нельзя, так вот нельзя. Вы должны прописывать цель с четким пониманием по объему, по лидерам, по привлечению. И естественно уже после того, как пропишете свою цель, вы должны прописать, как вы будете работать. То есть мы не просто прописываем цель на год. Цель прописали, это конечно прекрасно хорошо, а мы еще должны после этого сесть и проанализировать, а что мы будем делать для достижения этой цели. А вот как делать анализ, какие моменты в своей работе, прошедшей, рассматривать и как ее усовершенствовать, что в ней исправлять, добавлять, об этом я расскажу завтра. Надеюсь, мое видео было интересно и полезно, как раз ко мне вот и дети подошли, накидались, набросались камней, ракушек нашли полный карман, не знаю, когда мы потащим. Все, до встречи завтра. На связи была Динара Смирецкая, сапфировый бизнес-лидер компании Siberian Wellness. Субтитры создавал DimaTorzok